Десять египетских казней. Наш эгоизм, который является нашей основой, великой силой природы, над которым мы должны подняться, чтобы выйти в следующий уровень существования, в высший мир, ощутить высший мир, живя при этом на земле, только ощутить высший мир мы должны, чтобы видеть все вокруг, чтобы видеть систему управления, творца, все, что есть вообще в этом мире, и скрыто сегодня от нас. Так вот, наш эгоизм нас к этому гонит, с одной стороны, а с другой стороны не отпускает, ставит перед стенкой, перед тем, что мы не можем дальше двигаться. И вот это, поэтому наша стадия называется последней стадией развития человечества на земле, в том виде, в котором мы существовали. Потому что, с одной стороны, он нас обязывает закругляться, объединяться, а с другой стороны, этого объединения не дает. И решение настоящее, к которому мы придем, это только подняться выше этого фараона, выше эгоизма, выше Египта, на следующий уровень существования, в существовании в высшей системе управления. Это об этом говорит Каббала, она нас учит к этому, к этому мы должны прийти. Так вот, для того, чтобы полностью оторваться от нашего эгоизма, для этого существует 10 египетских казней. Потому как наш эгоизм состоит из 10 частей, так называемых сферот. Кетер хухмаби на хэсад гвурати ферет нэсса ходьи сод малхут. 10 сферот. И каждый из этих сферот рисует нам определенный вид нашего существования внутри эгоизма. Эти 10 эманаций, эти 10 особенностей, 10 стилей нашего существования, образов и так далее, мы должны от них, от всех постепенно отказаться. А отказ от них происходит именно тем, что мы видим, что каждое из них, оно конечно, оно несовершенно, оно тупиково, и не дает нам никаких надежд на то, что в нем возможно существовать. Вот это вот конечное развитие, конечная стадия каждого из 10 ступеней, свойств, частей нашего эгоизма, это и называется 10 египетскими казнями, после которых уже не остается никакой другой возможности существования в этом эгоизме, кроме как подняться от него и бежать вслепую, потому что мы не видим следующей ступени, не будучи еще на предыдущей. И поэтому бегство из Египта, оно в полночь, в жуткую ночь, египетскую кромешную тьму, мы от него убегаем. Так что 10 египетских казней это практически расставание с нашим эгоизмом, когда мы бросаемся в потемках, неизвестно куда, но главное от него. И постепенно, постепенно раскрывается перед нами новая жизнь, новый мир, новые просторы, вечность, бесконечность, совершенство. Вы просто такое, без казни, без боли, можно? Нет, это не боли на самом деле, то, что мы изучаем. Это озарение, это просветление, это 10 египетских казней, которые по нашему эгоизму проходят, а мы в этих состояниях приподнимаемся над ним. Приподнимаемся каждый раз над этим свойством, и над этим, и над этим, над каждым из 10 свойств, пока мы полностью не приподнялись над ними и можем убегать. То есть, если я ассоциирую себя с эгоизмом, я чувствую казни эти. Если я ассоциирую себя вот с этим подъемом, с муше, который ведет, я их не чувствую, да? Я не чувствую это. То есть, в этом-то и заключаются казни, которые заставляют тебя приподняться, и тогда ты перестаешь чувствовать эгоизм. То есть, если ты остаешься в нем, чувствуй. А если приподнимаешься над ним, перестаешь чувствовать для тебя это вдохновение и новая жизнь. Поэтому эти 10 казней, на самом деле, это не казни. Это когда с силой тебя выталкивает из эгоизма. Это, в общем, ну, не знаю, как сказать, наивысший подарок Творца. Пройдем, выйдем, убежим от него, обретем новый мир.